Спасибо. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые члены президиума. Я хочу выразить искреннюю благодарность организационному комитету, что у нас есть возможность поделиться нашими, в первую очередь, наверное, философскими взглядами относительно хирургии и нейробластомы на таком авторитетном форуме. Надо сказать, что название емкое и вряд ли нам удастся осветить все вопросы, которые стоило бы осветить, поэтому мы, скорее всего, просто поделимся нашими взглядами и, я надеюсь, в дискуссии сможем обсудить что-то детальнее. Итак, при выборе хирургической стратегии у каждого пациента с нейробластомой каждый раз это ребус. Каждый раз необходимо в голове прокручивать множество факторов, потому что, поскольку на сегодняшний день в лечении нейробластомы человечеству известно уже достаточно много, все это игнорировать нельзя, только выставляя показания к вмешательству тому или иному, поэтому все это будет зависеть от того, локализована эта форма или нет, и там можно обойтись минимально инвазивными технологиями, или это местно распространенное. Есть факторы IDRF, каков их вклад в том числе в минимально инвазивную хирургию, к какой группе, самое главное, этот пациент был отнесен, и тогда не утратит ли вообще хирургический этап смысла. В общем-то, это все вопросы, которые на сегодняшний день, на наш взгляд, по крайней мере, остаются актуальными. Ну и, конечно, ауто-ТГСК, иммунотерапия, здесь еще множество, наверное, шариков не хватает и роликов, поэтому поехали дальше. Значит, ну этот слайд, наверное, дежурный, надо остановиться на том, что пятилетняя выживаемость пациентов в группу высокого риска оставляет желать лучшего, поэтому, ну, наверное, мы должны считать и своим долгом, что ли, хирурги, я имею в виду, как-то пытаться оптимизировать свой этап. Но, надо сказать, что роль хирургии на сегодняшний день пока еще она не утрачена. Если речь идет о локализованной форме, то, скорее всего, если это небольшое образование и легко доступное, то его минимально инвазивно можно удалить, это будет и биопсия, и удаление одновременно, а дальше уже выстраивать стратегию лечения в зависимости от полученных результатов. Если речь идет о местно распространенной, то здесь все становится сложнее, потому что если нет метастазов, если есть метастазы, за исключением 4С стадии, то нам впоследствии придется принять решение о том, резектабельна эта опухоль или нет. Вернее, как, наверное, станет ясно в конце этого сообщения, не резектабельна ли она, потому что на сегодняшний день, ну, наверное, они все резектабельны. А операбельный ли этот пациент? Сейчас объясню, почему. Итак, минимально инвазивный доступ. Ну, как известно, на сегодняшний день, наверное, в хирургии это основной тренд, как у детей, так и у взрослых, и согласно большинству публикаций, показания к лапароскопическим и торокоскопическим операциям, они ограничиваются, ну, пожалуй, вот этими факторами, поэтому мы их заключили в кавычки. Почему? Потому что, ну, в первую очередь, это отсутствие факторов риска IDRF, и в зависимости от публикации к публикации, колеблется вот в этом диапазоне от 4 до 6-7 см размер опухоли, который, в принципе, допускается удалять лапароскопически. Ну, вот мы иногда этот тезис ставим под сомнением, и вот хотим с вами посоветоваться. Роль факторов IDRF в литературе полным-полно таких публикаций, но вот мы решили не такую свежую, кстати говоря, 15-го года наших, не бельгийских, а норвежских коллег вам привести. Достаточно емкое исследование, которое включало в себя большое количество пациентов, они были разбиты на три группы. В первую группу вошли пациенты с локализованной болезнью, соответственно, они факторов риска не имели. Во вторую группу отнесены пациенты L2 с факторами риска, но которые оперированы первично. И, наконец, в третью, в которой были самые незавидные, так скажем, результаты и отдаленные, и ближайшие, вошли пациенты, которые имели фактор риска IDRF, это L2, и, само собой, это пациенты, которые были оперированы после индукционной терапии. И вот эти цифры, которые авторы демонстрируют, они свидетельствуют о том, что не только факторы риска IDRF, особенно если речь идет о пациентах группы высокого риска, вносят вклад в прогноз у этих пациентов. Поэтому у нас вроде как у хирургов появляется какое-то поле для маневра, можно сказать так. Что касается таракальных операций, ну, надо сказать, что львиная доля этих операций ограничивается маленькими удалениями маленьких новообразований заднего средостения, но, однако, бывают и исключения из правил. Одну из них мы представили, за неимением времени все показывать не будем. Достаточно большой пациент, как видно из компьютерной томограммы, с локализованной опухолью в верхней апертуре грудной клетки, там и IDRF-ов полно, и вообще оперировать там тесно, откровенно говоря, и всегда бодрит. Поэтому, но тем не менее, дерзнули, опухоль была удалена, у меня, к сожалению, нет возможности промотать это все. Но это возможно. Есть еще другие примеры, это я пока рассказываю о таких, скажем, победах, потом будут падения тоже, вот, где удалялась опухоль из комбинированного доступа, из торокоскопического слева, потом справа, и, в общем, можно было удалить все с практически полной скелетизацией грудной аорты и ее ключевых ветвей. Что касается лапароскопического доступа, то, ну, безусловно, здесь в этой зоне, в принципе, оперировать несколько сложнее, но там есть свои особенности. Конечно, если речь идет о надпочечниках, то здесь золотой стандарт это лапароскопическая операция, или если речь идет о каких-то паравертебральных небольших образованиях, которые, в принципе, отвечают критериям включения, которые мы с вами вначале обсудили. А вот у этого ребенка, ну, он был существенно меньше, чем предыдущий, вы видите, что, ну, здесь, к сожалению, это статичное изображение, что опухоль вовлекает печеночную ножку, почечную ножку, правую артерию, почечную вену, у меня, я оговариваюсь все время, вот, нижнюю полую вену и правую полуокружность аорты, но, тем не менее, дерзнули, вы видите на этом видеофрагменте, что, в общем-то, все эти факторы IDRF не послужили препятствием к лапароскопическому удалению этого образования. Но справедливости ради надо сказать, что здесь операция вот именно эта, закончилась конверсией, потому что было ранение наружной, правой, подвздошной вены, с этим тоже можно было справиться лапароскопически, но мы просто не стали добавлять, в общем-то, специи к этому случаю, сделали лапаротомию, короче, не остановили, но так или иначе доказали себе возможность, что утвердились в той мысли, что эти операции возможны. И, наконец, самое интересное, это пациенты группы высокого риска и пациенты, которые имеют местно распространенный процесс в брюшной полости или в грудной клетке. Мы, как вы знаете, в прошлом году, в октябре месяце встречались, у нас такая была камерная встреча, где мы обсуждали, целесообразность таких операций или нет, данные противоречивы. Тогда проанализировали практически всю доступную литературу, которая была на тот момент и свежей, и более старшей публикацией. И когда мы готовили настоящую презентацию, что-то такого фундаментальных новых работ мы не нашли. За неименим временем только часть из них мы продемонстрируем. Это та, на которую сегодня уже ссылался Денис Юрьевич, 2013 год, Торстен Симон и соавторы. Вы видите, что проанализировано 278 пациентов, которые перенесли разный объем удаления опухоли, и, к сожалению, статистически достоверной выживаемость у них существенно не увеличивалась. Есть противоположный труд, на него тоже сегодня уже ссылались. Майкл Лагвали, в частности, американский из Соснового Кеттеринга канцер-центра, который известный, ну так скажем, хирургический агрессор, и не только в хирургии нейробластом и других соленых опухолей, они получили другие интересные результаты. 220 пациентов группы высокого риска были проанализированы. Вы видите, что статистически значимые достоверные увеличения бессобытийной выживаемости и выживаемости без прогрессии были получены у пациентов, которые перенесли удаление более 90% в опухоли, в отличие от второй группы больных, которые оперированы в меньшем объеме, меньше 90%. Однако, вы видите P03, что касается общей выживаемости, к сожалению, преимуществ найдено не было. Эта работа метаанализ 200 пациентов со стадии L2 и 2370 с четвертой стадии. Видите, что авторы делают заключение, что действительно, если речь идет о третьей стадии или L2 по NRGSS, то эти операции оправданы, и надо соблюдать осторожность у пациентов группы высокого риска, поскольку они должны получить справедливо другую терапию, а не только хирургическое лечение, на котором может все закончиться. Ну и последнее, наиболее интересное, такая емкая публикация китайских коллег, 2018 год, метаанализ 19 ретроспективных исследований, который суммарно объединяет практически 2500 пациентов. И здесь достоверно доказывается, что пятилетняя выживаемость и трехлетняя выживаемость общая у пациентов, которые оперированы и перенесли gross total resection, она лучше, нежели те, которые перенесли, скажем, циторедуктивную операцию. Какой взгляд у нас на этот счет? Мы с радостью, я имею в виду хирургов, уступим пальму первенства и уступили уже давно клиническим онкологам, потому что четко себе отдаем отчет в том, что если речь идет о пациентах группы высокого риска, то на хирургии не должно все закончиться. Мы ищем компромиссы, до сих пор ищем на этом пути, эта тропа скользкая, откровенно говоря, есть взлеты и падения, но в частности в микрохирургии, в использовании, ну так скажем, трансплантационных технологий, этот термин сейчас достаточно популярен в хирургической гипотологии, видим кое-какие преимущества. И в частности, вот использование операционного микроскопа позволяет удалять, вот как Аина Витальевна сегодня говорила, центрально расположенные, нам всем знакомы хорошо эти компьютерные томограммы, когда опухоль заключает в себя все и магистральные сосуды, и висцеральные ветви, когда это можно удалить. Но так или иначе, да, вы видите, что нет времени рассказывать tips and tricks, как сейчас принято говорить достаточно давно в литературе, но это позволяет удалить опухоль практически любой локализации, пока, откровенно говоря, видим в этом преимущество, хотя уже не на каждой операции этот подход используем. В результате, сейчас вы увидите, как выглядят эти картинки после операционного поля, после удаления опухоли, вот все эти скелетированные сосуды, все освобождено, но при этом при всем надо сказать, что эту хирургию все равно безопасно и назвать, к сожалению, нельзя. И та диарея, которая сопутствует пациентам, которые перенесли, скажем, десимпатизацию верхней брожечной артерии, она бывает настолько навязчивая, что она сказывается на качестве жизни и, конечно, не только пациентов. И надо сказать, что секреторная диарея – это только вершина айсберга. Ну, скажем, лимфорею или там хилоперитонеум мы не считаем за серьезные осложнения, как правило, это все нивелируется. А если есть повреждения других сосудов и висцеральных ветвей, то тут последствия могут быть гораздо более серьезными, начиная от тех, которые оказывают серьезное, влияют на качество жизни, заканчивая теми, которые, в принципе, ставят под угрозу выживаемость таких больных. И вот один из примеров, местно распространенная нейробластома, вот эта компьютерная томограмма, здесь специально хотели ваше внимание обратить на печеночную артерию, собственное после дихотомического деления на долевые ветви, и левая печеночная артерия, которая отдает 3-мм артерии к 4-му, 2-му и 3-му сегментам печени. И именно вот в этом месте левая печеночная артерия была повреждена, что… ну, три пути у нас было. Либо не делать ничего, и там уже появилась демаркация в левой доле печени, выбрать выжидательную тактику и дальше наблюдать за тем, как там будут формироваться или нет, и ишемические изменения, как правило, они формируются, и это требует длительных, в общем, мучительных дренирований и так далее. Выполнить сразу левостороннюю гемогепатоктомию, но это слишком для нейробластомы. Либо пытаться реконструировать. Ну, собственно, выбрали третье. И вот вы видите, что… сейчас я прошу прощения. Три ветви 3-мм нам предстояло ревоскулизировать, потому что вот этого участка здесь уже пластику выполнить нельзя было. И артерию 4-го сегмента анастомозировали с пересеченной, развернутой на 180 градусов гастродиодональной, а артерию 3-го сегмента анастомозировали с левой желудочной артерией. Вот как это выглядело. К счастью, никаких ишемических изменений у пациента не было. Он уже дома. Это был мальчик 4-х лет с ганглю нейробластомой из-за брюшенного пространства. Промежуточный риск, кстати. То есть, ну, здесь мы можем этим оправдывать свои действия в какой-то степени. Ну, в настоящее время он дома удалено больше 95% опухоли. Здесь последствия могли быть гораздо более трагичными, но, к счастью, обошлось. Здесь речь идёт о мальчике одного года с нейробластомом и местно распространённый, разумеется, правого надпочечника. Удалено больше 95%, и это группа высокого риска. И вы видите, что была резиденцирована общая печёночная артерия, и будь несостоятелен вот этот анастомоз, то, конечно, утратилось бы кровоснабжение артериальное всей печени, а не только левой доли, как у предшествующего наблюдения. Выводы я, с вашего позволения, сформулирую в обратной последовательности. Надо сказать, что у пациентов с нейробластомой группой промежуточного риска, и когда речь идёт об Л2 стадии, конечно, продемонстрировано множеством публикаций наших иностранных коллег, и наши коллеги пропагандируют, что действительно тут вот все эти методики, в частности, микрохирургические технологии, сосудистая хирургия, резекция смежных органов – это как раз модель, где это необходимо использовать. Что касается пациентов группы высокого риска, ну, суммируя те публикации, на которые мы с вами сегодня сослались, можно сказать, что, ну, так достаточно обтекаемо мы сформулировали, что прослежена тенденция к улучшению выживаемости. Об этом говорили и сегодняшние лекторы. Что касается минимально инвазивной хирургии, то можно условно сказать, что те показания, которые формулируются и сейчас существуют во всем мире, можем придерживаться их, и я думаю, что сегодня действительно кочунство по поводу опухоли наточника, локализованной или в заднем средостении выполнять лапаротомию или торокотомию. Золотой стандарт сегодня – минимальный инвазивный доступ. Но что касается тех пациентов, у которых есть IDRF, я думаю, что это будущее, и тактика должна определяться, наверное, в конкретной клинике, исходя из возможностей, которые в этом центре сосредоточены. Ну и в заключении, да, безусловно, каждое из этих обстоятельств, они формулируются мультидисциплинарной командой. Ну и не напрасно вот этот слайд последний, и здесь не напрасно на последнем месте стоит улучшение хирургического лечения, потому что вот те опции, которые эти пациенты должны получить, особенно когда речь идет о пациентах группы высокого риска. Спасибо. 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 Спасибо.